всем привет привет рада что вы снова со мной сегодня мы с вами будем будем делать расклад на тему что я делаю неправильно во вред себе да то есть что какие действия я совершаю во вред себе хочу напомнить что сегодня в разделе сообщества вышел анонс по поводу ближайшей близ консультации которые буду проводить на эти выходы ссылка на анонс есть под этим роликом до нажимая на слово сообщества вас перебрасывает на последний анонс который о котором я сейчас говорю да кому интересно ходить так позиции надеюсь вы выбрали определились на и мы сразу переходим для новеньких сразу скажу что но мне кажется много ума не надо для того чтобы поставить на паузу и выбрать позицию для себя потому что я недавно получил такой комментарий на что не дали временно подумать сразу начинаете вот ну мне кажется тоже какие-то такие банальные вещи которые много ума не забирают для того чтобы понять что можно поставить на паузу и выбрать позицию так шумно у нас заранее изменяюсь две карты я выложу дам что я делаю неправильно повред себе на всякий случай скажу что у меня сейчас рядом сидит одна из моих собак она иногда внезапно начинает гавкать поэтому не пугайтесь если вдруг такое произойдет ни с того ни с сего что-то увидеть на улице начинает гавкать что я делаю неправильно во вред себе так перевернутая что у нас здесь перевернута уродство уродство на то есть карта называется уродство знаете при всем вашем состоянии красоты и гармонии да то есть возможно вы эстет но иногда бывают такие моменты когда вот вы как будто бы сами себя опустошаете обращаете внимание на какие-то моменты которые для вас в вашем понимании да они считаются какими-то уродливыми некрасивыми то есть что-то вот вы в себе знаете не принимаете и вам это кажется может быть это связано как-то с вашим телом может быть вот что то что для вас именно для вас исключительно не вписывается вашу картину мира гармонии и вы это не принимаете и отвечая на вопрос что вы делаете неправильно да во вред себе вот вы как будто бы какую-то часть себя либо какие-то части себя вы их обесценивать вам по каким-то причинам они кажутся уродливыми почему так я возьму колоду 2 приведения да мы посмотрим то есть вы как будто бы сами себя обесцениваете хотя в глазах других людей не показывают что это может быть прекрасно то есть вот вы как будто бы смотрите на себя дать в зеркало и вас все удовлетворяет но вот что-то одно как какое-то такое знаете бельмо как какое-то пятно она вас раздражает она вам кажется уродливым а вот другим людям она кажется нормальным естественным это может быть какая-то черта вашем характере то есть это не обязательно вот что там в вашем теле может какая-то ваша привычка у вас вам почему-то кажется что это вас как-то уродует а другие видят наоборот что в этом есть не знаю какая-то харизма что-то такое милое даже так что это такое да давайте будем уточнять тройка жезла о чем она здесь нам говорит и рыцарь мечей здесь какое-то такое ощущение по поводу того когда вы ставите какие-то цели и идете в развитие то есть вот что-то что вы себе не принимаете да вот вам кажется что именно вот эту часть надо надо как-то изменить и вы принимаете какие-то кардинали кардинар кардинальные меры прям очень такие резкие да для того чтобы как-то что-то усовершенствовать но в принципе здесь совершенствовать нечего по причине того что проблема заключается в вашем видении то есть вы это видите как что-то такое несовершенно и некрасивая это то что вы постоянно хотите улучшать над этим работать вы вкладываете туда очень много энергии и тем самым да вы вы вредите себе это очень напоминает знаете вот когда девушки ходят к пластическому хирургу и когда это не знаю вот смотришь на них дай кажется ну зачем тебе там не знаю дополнительный объем губ либо как-то что-то исправить там своем лице что-то потянуть в принципе все нормально но вот у человека есть какие-то комплексы он эти комплексы компенсируется всевозможными внешними вмешательствами ну и в том числе хирургическими и это лишь потому что человек внутри как-то не удовлетворен чем-то вот то что он в себе не принимает если это с внешностью это ладно как-то еще понятно а а может быть это даже как-то связано с вашим характером вот вы постоянно улучшаете то что иногда знаете вот на это люди вообще как-то не обращает внимание а вам кажется что это вот прям на видном месте что с этим нужно что-то сделать и вот вы очень много энергии сливаете вот в этом проблема то есть вы искажаете каким-то образом вот реальность что это такое не показывает что-то конкретно вот верховная жрица видите какая-то тайна не показывают и аркан императрицы да вот такое чувство что что-то вы в себе вы как будто бы стремитесь к чему-то какому-то идеалу но проблемы не в идеале а проблема в ваших стремлениях что она какое-то вот очень резкое и не знаю какой то вот бескомпромиссное вы как будто бы в этом вопросе не слушаете никого но что это такое я не могу понять здесь не показывают это то что вот вас заставляет периодически как-то двигаться вперед вам приходится вы как будто бы не получаете удовлетворение еще расскажу если это связано с телом да то это вот как-то более менее понятно а если это связано с какими-то качествами вашего характера я не совсем могу понять то есть что вас не удовлетворяет но все время хочется сказать да успокойся ты уже все нормально да то есть это это не настолько безобразно как тебе может казаться здесь вот какая-то знаете иногда даже одержимый что ли происходит то есть какой-то вот комплекса какие-то навязчивые мысли идут на этот счет что это такое консправедливости не знаю вы хотите получить какой-то результат вы хотите получить какой-то результат здесь и вот это действительно стану то есть вот как будто бы вот так будет правильно вот вот это вот исправлю вот это вот сделаю и тогда вот все будет так как надо и тогда будет все правильно вот здесь об этом идет речь вы как будто бы хотите что-то выровнять себе я не знаю что это я не могу понять десятка кубков здесь по сути получается то что вы хотите как-то получить удовольствие от чего-то вот то что вы хотите исправить то что вы хотите изменить вы от этого хотите получить удовольствие но вы этого не будете получать любом случае по причине того что вы за это держитесь здесь это нужно отпустить как только вы отпустите велика вероятность что вы начнете получать здесь как знаете запретный плод сладкий вот чем больше вам его запрещают а здесь вот как запрет идет какой-то до сам себе вы ставите тема меньше вероятность того что вы этого получите что-то здесь такое более детально я не могу сказать мне здесь не показывают что еще вы делаете во вред себе неправильно тоже перевернутая карта круги кармы да вот вот здесь вот в этом как раз таки и вот аркан справедливости да у нас здесь вот выпадал про это как раз ки и говорится что вы как будто выходите вот в этом вопросе по кругу вы не можете его каким-то образом проработать что здесь за сценарий башня само разрушение вот вы не находите какое-то удовлетворение нам своей жизни потому что вы это принять не можете это вот как будто бы не вписывается в ваши рамку идеальный какой-то я не знаю может быть внешности может быть характером может быть образа жизни здесь могут быть разные моменты то есть у вас есть какое-то видение свое и вот это вот ситуация качество я не знаю что то о чем мы говорим здесь одно каким-то образом не вписывается вот в эту идеальную картинку и вы прикладываете очень много усилий для того чтобы это изменить и тем самым вы как будто бы сами себя разрушаете то есть вот то что в принципе о чем у нас и расклад в обрет себе да какие-то корнические сценарий когда вы может быть занимаетесь некоторой степени самобичеванием да когда вы сами себя разрушаете причем башни у нас всегда говорит про храм наш да то есть протела то здесь вы каким-то образом разрушаете свое тело причем не просто разрушаете а вы находите этому еще какое-то логическое объяснение чтобы пояснить себе свои будут какие-то неоправданные поступки что за сценарий что за сценарий что за сценарий до аркан шута такое чувство чтобы как будто бы не умеете наслаждаться не получаете удовольствие здесь вот какой-то кармический урок связанный с удовольствием и поэтому вот это вот глубину до свое неумение расслабляться удовольствие в контексте расслабления вы все время держите себя каким-то образом в тонусе и вот этот вот сценарий он это причина на самом деле а следствие этого то что вы в себе не принимаете то есть за что вы не можете расслабиться вам эта идея как мысль она должна подтверждаться во внешнем мире для того чтобы она имела место быть для того что вот эта нейронная связь она была живой и вот вы вот для подтверждения вот этой вот своего сценария придумали себе вот какой-то то есть какой-то геморрой по поводу того что вы в чем-то несовершенны вот вам это прямо это какая-то деталь конкретная допустим если бы это была машина я не знаю вам бы мне нравилась какая-то вот какая-то деталь в ней да например амортизаторы и вот вы постоянно покупаете новые и новые модели постоянных усовершенствовать это в принципе и со старыми да все было бы окей но вот вы вам не нравятся такие вы механические вы хотите там например с воздуха то есть постоянно какие-то занимаетесь тюнингом не потому что вы получаете от этого удовольствия а потому что неважно что вы поставите вы все равно не удовлетворены и это связано с тем что вы не умеете расслабляться здесь вот этот вот кармический урок и вы поэтому находите любые способы для того чтобы себя разрушить то есть вы не оставляете себя в покое потому что вы не умеете быть в этом покое даже когда он есть вы все равно что-то придумываете для того чтобы его не было здесь проблемы не могу понять ну вот помимо то что сказал здесь ну вот колесо фортуны нам подтверждает что это действительно кармический какой-то урок когда вы ходите это урок вашей души орган звезды что вы здесь должны понять чем должны научиться четверки мечей вы должны понять что не за все в этом мире вы ответственны что есть какие-то вещи какие-то ситуации когда вы нет не не властны не вы не можете управлять ситуацией либо какими-то вещами да то есть что-то вам не подвластно да вы не являетесь данном случае я не знаю творцом который вот все может на все может повлиять и вам это сложно принять и поэтому вы не умеете расслабляться то есть вы не умеете отдыхать вы не умеете передавать соответственность другие руки вы как будто бы не умеете делегировать и вещи и вы как будто бы вот эти вот свои слабые стороны да если так можно назвать вы все время проявляете в каком-то неудовлетворение по отношению к самому себе и копаетесь и копаетесь и как итог получается что вы себя разрушаете и вот это вот это нужно отпустить это нужно отпустить здесь человек должен научиться расслабляться по четверке мечей четверка мечей меня знаете раскладах она выпадает на физическую смерть к чему я и туда что есть смерть да это есть переход и есть некий такой сон во время сна наше тело расслабляется а полное расслабление мы можем получить только во время физической смерти до когда нету не происходит никакие процессы в теле да то есть а нету жатия нету расширения то есть нету вот этих вот волновых движений жизни внутри вас да и тело по сути она расслабляется это кстати одна из причин при смерти когда происходит опорожнение да потому что вот эти вот сфинктеры да они не работают потому что они расслабились на мышцы расслабляется когда стел тело умирает и происходит опорожнение ну то есть естественным путем да то есть ничего не препятствует вот здесь как раз таки причина заключается в том что что-то в своем прошлом вы не можете отпустить это вот аллегория аркаема смерти до четверка мечей когда я полностью доверяюсь кому-то да что-то что-то отдаю как делегируют чему-то не подвластен я научаюсь расслабляться вот здесь вот эти вот какие-то моменты то есть вам здесь по сути нужно научиться умереть опять-таки услышите меня правильно да я не говорю про суицид а нужно научиться умирать то есть нужно научиться полностью расслабляться ну вы даже во сне не можете расслабиться полностью вас возможно какой-то такой беспокойный слой не в контексте того что вы часто просыпаете за такой тоже может быть в очень много крутитесь во сне может быть даже когда меняйте позицию открывайте глаза то есть вот вы даже во сне не можете успокоиться. А если все же засыпаете, то ваши сны, вот активная фаза сна, она очень яркая. То есть бывает так, что ваше сознание настолько активно во сне, что иногда вас из этого сна выбрасывает. То есть вы пробуждаетесь. Здесь нужно научиться расслабляться. Я вот это увидела. Напишите. Кому-то может показаться странным, что в принципе-то я могу расслабиться. А вы это можете отследить, как часто ваши промежности расслаблены. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот вы сидите, насколько можете расслабить свои промежности. Как правило, они чаще всего сжатые. Это как раз показатель того, что человек напряжен. Так, это был голубенький камешек. Позиция номер два. Голубой-красный, да? Красный камешек. Смотрим. Вас двоечки. Тоже две карты вытащу. Два аркана. Что вы делаете во вред себе? Давайте смотреть. Прямая позиция. Сила инь. Что-то здесь женская энергия идет. То ли непринятие, то ли что-то, что-то. Как будто бы вот некое какое-то такое насилие над своей природой, да? То есть, если, допустим, вы по природе мягкая, отзывчивая, гибкая, вы полностью это принять не можете. Вы как будто бы здесь, знаете, человек хочет стать тем, кем он не является. Это очень напоминает тех женщин, которые ходят на всевозможные женские тренинги. Им там говорят о том, что... Если вы такая вот активная, да, с мужским характером, это не есть хорошо. Вот вам нужно стать женственной. Вам нужно, там, не знаю, носить юбки. А вы ощущаете, что это не совсем мое. Да, я в женском теле, но при этом мне вот в кайф, я не знаю, заниматься какими-то мужскими хобби, что ли. Допустим, мне там нравятся машины, либо мне нравится оружие какое-то холодное, да? То есть такое ощущение, что здесь человек вот эту вот свою женскую природу, он каким-то образом не принимает. То ли вы хотите стать сильнее, да, и наоборот, как-то приобрести какие-то мужские качества, да, стать сильнее, храбрее, активнее, более инициативным, каким-то подвижным, хотя это вам не совсем свойственно. То ли наоборот, вы женщина такая, с мужскими качествами, да, и наоборот, вы хотите себя изменить и стать, ну, вот более женственной, там, я не знаю, с длинными волосами, носить платье, а вам от этого некомфортно. То есть здесь идет такое ощущение, некое насилие над своей женской природой. Ну, давайте мы это уточним. То есть либо так, либо по-другому, вы как будто бы вот что-то с этой женской энергией не так, вот что-то вас не удавляет, творит. Может быть, наоборот, вы слишком мягкая, гибкая, и вы это в себе не принимаете, вы злитесь на себя, да, что хотели бы быть какой-то другой. Что здесь с этой энергией женской не так? Четверка женства. Как будто бы не получается полностью, да, получить удовольствие. Как будто бы в социуме, да, не можете получить подтверждение того, что вот вы такая, и с этим окей. Вы чувствуете свою женскую энергию как некая такая слабость, что ли. То есть то, что вам, это вот вам мешает. Почему вам мешает? И действительно ли это так? Да, здесь как будто бы это мешает вам в продвижении, да, куда-то двигаться по жизни, либо добиваться чего-то. Вот эта женская энергия, она вам мешает достижении каких-то целей. А так ли это? Девятка пендаклей. Наоборот, здесь такое ощущение, что эту энергию надо беречь, эту энергию надо накапливать, потому что, смотри, здесь эти цветные птички изображены, да, то есть девятка здесь женщина сидит такая стабильная, и вокруг нее вот эта вот вся красота, эти птички. Нет, здесь наоборот. Здесь есть убеждение, сейчас я посмотрю, что это за убеждение, которое не совсем правильное. Здесь есть какой-то вот стереотип, который вам вдолбили в голову, и вы как-то неправильно себя воспринимаете, хочется сказать. Что здесь за убеждение? У скупков. Это связано с любовью, это связано, то есть какие варианты могут быть, да, о том, что люди, которые эмоциональны, их чаще всего ими манипулируют, да, то есть люди манипулируют вашими эмоциями для того, чтобы получить что-то. Либо когда я люблю, это приносит мне какую-то боль. Либо быть эмоциональным человеком. А почему я говорю про эмоции? Во-первых, потому что здесь то есть скупков, а во-вторых, это женская такая энергия. То есть быть мягкой, это тоже не совсем хорошо, я не смогу выжить. То есть для того, чтобы как будто выжить, да, надо с кем-то там бороться, срождаться за что-то. Как будто вот эта вот мягкость, да, она является какой-то преградой по достижению вашей цели. Вот мешает вот этот ваш характер. Что вы тут хотите? Девятка мечей. Вы хотите как-то со своими страхами договориться, что ли? Вы не хотите бояться. Вот бояться здесь страх как раз-таки он, это чувство, да, это переживание, эмоции, волнение. И вот у вас есть цель как будто бы избавиться от этой какой-то своей неуверенностью. И вы это привязываете к эмоциям. Вот именно вот если бы я не была такая слабохарактерная, если бы я не была такая вот мягкая, покладистая, то я бы не боялась. То есть вот вы почему-то, хочется сказать, переводите из стрелки на эмоции. Хотя с эмоциями здесь вообще никаких проблем нет. То есть эмоции, и вот это вот, ваша женственность сама по себе, она прекрасна. С ней все хорошо. Она наоборот дает вам, ну вот как-то вас подпитывает, как-то оберегает. Не идут такие энергии заботы, мягкости, каких-то вот объятий. Ну, какая-то создает состояние безопасности. То есть здесь, наоборот, эмоции, они как будто бы вас оберегают. Но вот есть вот этот стереотип, что вот из-за этого я вот такая. Ну, то есть, допустим, если я хочу построить какой-то бизнес, да, и у меня есть какая-то идея, вы создать какой-то проект, либо с кем-то поговорить. Вот если бы я не была такой мягкой, да, если бы мне не было столько энергии, и я бы пошла, и у меня бы все получилось. Но это иллюзия. Это иллюзия почему? Потому что на самом деле одно другому не мешает. То есть вы не можете получить то, что вы хотите, не потому что у вас есть эта энергия, а просто потому что вы не умеете ей пользоваться. И этот стереотип, который у вас есть, он не совсем верный. Не хочу сказать, что вам нужно сделать, чтобы принять вот эту вот вашу женственность. Королева Пендакли. Научитесь ценить себя, да. То есть делайте как-то вот пересмотр своих ценностей. Что для вас действительно ценно? Вот что вы действительно любите? Я уверена сто процентов, что многие скажут, ты знаешь, Елене, мне нравится, вот все же мне нравится это. Потому что это ваша природа. Это ваша суть. Вы как будто бы отказываетесь от своей сути. Не надо отказываться от того, кем вы являетесь. Вот здесь что-то такое. Так, этот аркан тоже перевернутый. Стижательство, да. Называется карта. Стижательство, как некая такая жадность. На что вы тут жадны? Что вас тут разрушает какое-то... Вот смотрите, опять-таки, да, девятка кубков. Девятка Пендакли и девятка кубков. На что вы жадны? На эмоции. Видите, как все взаимосвязано? А почему вы жадны на эмоции? Потому что для вас это не является силой на данном этапе. Да, мы всегда рассматриваем в моменте здесь и сейчас. Может быть, что-то происходит в вашей жизни, и вам нужно быть не той, кем вы являетесь. Не знаю, может быть, брать больше ответственности, быть более уверенной. Может быть, допустим, человек развелся, и нету помощи с мужской стороны, и все нужно тащить на себе для того, чтобы выжить и скормить, как говорится, свое потомство. И вот эти вот слабые стороны, женские, мягкие, да, в принятии и все такое, сейчас, возможно, для вас не совсем актуальны. То есть они не совсем вам помогают. Но это вы так видите, да. И поэтому человек жадный сейчас, возможно, на эмоции в контексте того, что я не... Ну, то есть не время, да. Здесь такие благородные такой поступок, когда мужчина дарит женщине цветок, хочет ее пригласить, возможно, на танец. То есть какие-то такие аристократические манеры, которые были присущи людям прошлого, позапрошлого, может быть, века, да, но ни в коем случае не в нашем. То есть здесь нет вот этой вот культуры, воспитания, поведения. И вы понимаете, что я не хочу никому дарить свои эмоции, потому что как будто бы люди не заслуживают, да. То есть они... Они это не ценят. Здесь вот в контексте этого идет речь. Но проблема заключается на данном этапе. Вы не даете, люди не заслуживают. Почему? Потому что у вас нету сейчас понимания своей собственной ценности. Здесь, возможно, идет какой-то даже энергосберегательный режим, да, для себя. То есть я хочу, наоборот, получить какое-то удовольствие, наслаждение. Либо я уже устала отдавать что-то другим людям, да, и я закрылась. Я не буду дарить никому эмоции. Я не буду показывать, допустим, насколько мне сейчас трудно, сложно эмоционально. Я не буду просить о помощи. Я не буду больше открываться, доверяться. То есть вот здесь такие моменты тоже проходят. И это не совсем правильно, потому что у нас тема расклада, что вам идет во вред. Почему? Потому что и в таком случае вы так же... Вы идете против своей природы. И когда мы идем против чего-то, да, чему-то сопротивляемся, чем больше мы сопротивляемся, тем больше у нас идет обратная реакция к тому, чему мы сопротивляемся. Она начинает на нас давить. И эта борьба будет бесконечной. И мы всегда будем в поражении. Потому что мы будем сливать свою энергию для того, чтобы поддержать эту борьбу. Здесь не нужно бороться. Здесь нужно принять и увидеть, где правильное, правильное применение. То есть не везде во всем эту женскую энергию, а правильно применять то, что нужно. Если, например, у нас в руках ножницы, у ножниц есть своя задача, что-то порезать. Мы не можем ножницами забивать гвозди. Это будет не совсем правильно. Можем ли мы это сделать? Да, если будем прикладывать усилия, там, я не знаю, как-то давить что-то. Ну, то есть все можно сделать, если приложить огромное количество энергии. Нужно ли вам это? Нет. Поэтому здесь идет вот это разрушение. Наоборот, здесь нужно ценить, ценить то, что у вас есть, потому что это прекрасная энергия. Это прекрасная. Нужно научиться правильно ее использовать. Так, об этом у меня была вторая позиция. Тема на рефлексию, да? Подумать, как можно применить эту энергию, куда, во что, как приложить, как она вообще работает. Я бы сказала, здесь вам нужно начать с того, чтобы понять, как работает эта энергия, в чем ее задача. Если она есть, она имеет свой какой-то смысл. Вот для чего вам эта женственность? Что это такое? Где вы ее можете применить? Подумайте. Позиция номер три. Зелененький камешек. Троечки. Смотрим вас. Что вы делаете неправильно? Во вред себе. На два аркана тоже, как во всех. Позициях. Прямое. Зависть. Сейчас тройки начнут мне говорить. Я не завидую. Окей. Карта так и называется. Карта так и называется. О чем здесь идет речь? Возможно, кто-то здесь завидует силе. Да, то есть не кому-то. Смотрите, мы, чувство зависти, оно может быть связано с тем, что у другого есть то, что хочу я. И здесь проблема не в другом человеке, что он имеет, а в предмете того, что я хочу. Такое ощущение, что может быть у кого-то есть больше власть, больше силы, больше энергии. Возможно, у другого человека есть то качество, которое мне сейчас необходимо. Но я не знаю, как его получить. И поэтому вот это вот чувство, оно возникает. О чем здесь речь идет? Ну вот я же сказала про власть. Император. Умение кого-то убеждать. Умение владеть словом. Настойчивость. Упертость. Упертость в некоторой степени. Умение доводить дела до конца. То есть здесь речь идет о том, что есть какие-то качества, которые вы хотели бы иметь, но у вас их нет. Либо то, что вы хотите иметь, но пока у вас этого нет. Здесь об этом. И вот это вот само чувство, оно достаточно разрушительно. Потому что у нас тема вопрос такой, тема расклада. Что идет во вред? Какая-то, вы знаете, настойчивость на том, что вам по сути не нужно. Вам кажется, что вот у этого человека есть, значит и мне это нужно. Почему вот вы настаиваете на том, что вам нужно то, что есть у другого человека? У меня ощущение, что как будто бы здесь не хватает терпения. Потому что вам кажется, что это поможет вам по жизни. То есть вот это навык, это умение, либо какая-то энергия. Либо какая-то черта характера. Она поможет вам в продвижении по жизни. Что это? Вот что вы хотите, что нет у вас? Аркан суда. У меня такое ощущение, что все же как будто бы вы хотите иметь какую-то власть. Власть может быть над ситуацией. Как-то влиять. Вот здесь власть в контексте влияния, воздействия на что-то. Умение перерождаться. Умение ставить точку. Ну вот мне идет все же какая-то сила. Причем эта сила, она имеет отношение как-то с терпением. Знаете, мы говорим о том, что... Как это называется? Забыла слово, да? Как наказание, либо бумеранг. Не помню, какое слово, да? Это блюдо, которое мы съедаем холодным. Не помню, слово вылетело из головы. Вот здесь как будто бы речь идет такое о том, что у других людей есть, а здесь как терпение. А у меня этого нету. Для чего вам терпение? Вот для чего вам это качество, эта сила? Королева кубков. И рыцарь кубков. Знаете, как будто вот как вдохновиться, что ли. Как будто бы вам это качество нужно для развития вашей души. Но вот в этом есть какая-то хитрость. Я не могу понять, в чем здесь хитрость. Здесь есть какой-то подвох в этом. Вы капидакли. Что вам кажется, что именно эта сила, она вас каким-то образом сбалансирует. А как на самом деле? Шестерка жестов. На самом деле вы просто хотите быть победителем. Здесь вопрос. Знаете, какое-то внутреннее удовлетворение вы хотите получить. Здесь не для баланса, здесь не для развития. А просто вот поставили себе какую-то цель, и вы говорите, я это получу, потому что я так решил. И вы понимаете, что вам это сложно, но не получается получить то, что вы хотите. А вы все равно настаиваете, потому что умеете держать свое слово. Сказали, значит, должны это сделать. Но цель, которую вы себе поставили, планку вы слишком высоко подняли, вам это не совсем-то и нужно. Но уже отступить не получается, потому что вы воин по своей природе, по своей натуре. И вы добьетесь своего, как говорится, не мчетоккатаньем. Вот здесь вы все равно добьетесь того, что вы хотите. Вы уже где-то понимаете, что, возможно, вам это и не совсем-то нужно. Но настаивание именно на получение того, что вам необходимо, это вот вас разрушает. А почему вас это разрушает? Пятерка мечей, видите, аркан. Победа любой ценой. Потому что я хочу получить это. Здесь вот это вот эго, посмотрите на этот аркан, на эту карту. Здесь человек идет, такой достаточно горделивый. А люди как будто бы... То, что осуждают. Они вот за эту гордыню управляют человеком. Здесь есть веревки, они как будто бы как его удергают, как марионетку. Вот именно за эти слабые его качества. И здесь получается, терка мечей говорит о том, что я хочу это получить любой ценой. Для меня это важно. Вы как будто бы себе доказываете, что вы не слабак. Вот в чем фишка. Боже, эти шумы. Ладно, смотрим следующее, да. Что здесь? Что вы делаете неправильно, во вред себе? Тоже перевернутый аркан. Так, я надеюсь, отвлекать ваш шум не будет. Микрофон поближе поднесу, чтобы слышно было. То, что нереально закрыть дверь сейчас, потому что очень жарко. Так, семейная идиллия, да? Семейная идиллия. Нет, все же я закрою. Сори, подождите секунду, пожалуйста. Так, надеюсь, я не сильно расставлюсь здесь. При закрытых дверях и 42 градусов на улице. Так, семейная идиллия. О чем нам здесь говорится? Давайте посмотрим, да, что здесь. Что вас здесь разрушает в контексте семьи? Что здесь разрушает? Ту жезлов. Какая-то идея. Идея по поводу семейной идиллии. Я не понимаю, о чем здесь речь идет. Десятка мечей. Как будто бы человек как разочаровался в чем-то, да? Что не получится, либо не получится создать такую семью, либо здесь какое-то разочарование. А для чего вам семейная идиллия? Вот для вас как будто бы силой является как раз-таки семья. Это то, что вам придает, ну, как поддержка, что ли. И поэтому есть желание как-то, не знаю, может быть, создать такую крепкую семью, когда действительно все поддерживают друг друга, да? Когда люди верят друг в друга. То есть вот семейная ценность для вас, она актуальна. То есть вы как будто бы дома, может быть, напитываетесь энергией. Либо в семье, когда вы находитесь. Вот это вот является вашим топливом для того, чтобы дальше двигались. Но здесь идет разочарование каким-то образом, что не получится, то ли не можете создать, то ли семья разрушилась. Вот что такое? То есть вы не получаете также того желания, которое вы хотите. А почему вы не получаете? Вот видите, двойка кубков. Потому что вы не ощущаете единства, вы не ощущаете того, что вот есть, может быть, рядом с вами тот человек, который бы вам был созвучен по духу. Человек, который мог бы вас понять так же, как вы понимаете сами себя. То есть здесь вот этот момент как раз-таки, почему говорится об идеализации, не просто о семье, именно об идеализации, да? И это вас разрушает. Потому что ключевая проблема здесь заключается именно в идиллии, да? Вот в этом идеально. Чего нет. Вы как будто бы стремитесь найти второго себя. То есть найти такого же человека, как вы. И это как раз-таки показатель того, что внутри вас на данном этапе, да, есть какое-то разделение, есть какая-то разрозненность. Не то, чтобы непринятие себя, а нету единства. Вот вы этого единства внутри себя не ощущаете. Возможно, есть какие-то сомнения внутри вас на данном этапе. Неважно о чем. И вот вам кажется, что... То есть вот то, что нету единения внутри вас, вы это во внешнем мире ищете именно в партнерстве, именно в семье. Причина в этом. Вы как будто бы не удовлетворены собой. И как следствие вы это неудовлетворение проецируете как раз-таки на семью. Если у кого-то есть, вам уже кажется, что ваш партнер не такой. Если нету партнера, либо нету отношений, не обязательно семьи. Это может быть гражданский брак, либо серьезные какие-то отношения. И вы ощущаете сейчас, что у вас человек не понимает. А причина заключается в том, что внутри себя вы не можете найти эту точку единения с самим собой. Вы сами себя как будто бы не понимаете. И поэтому вы ищете то, чего не можете найти внутри себя. И вот это вот неправильно. Это вас разрушает. Потому что чем больше вы стараетесь найти вовне то, что вы хотите иметь внутри себя, тем больше вы будете разочаровываться. Почему? Потому что вы это не найдете. Внешний мир — это отражение вашего состояния, состояния вашей души. И первично в себе вы должны объединиться. Вот в чем? Что вам нужно объединить в себе? Король кубков. Какое-то, знаете, свое прошлое принять. Что это за прошлое? Ирафант. Какую-то истину. Что за истина? Пятерка жезлов. Такое ощущение, что кому-то когда-то, возможно, не смогли отказать. Возможно, кто-то когда-то вами воспользовался. И вот это вот какая-то обида, которая перерождается какой-то энергетически наполненная. Знаете, с одной стороны, я как будто бы себя ощущаю жертвой, когда я чувствую себя беспомощным, когда я чувствую себя использованным. Это одновременно вызывает какую-то агрессию, злость. И, возможно, это вот как раз-таки связано здесь с некой такой завистью, что я найду силы кому-то что-то показать, доказать. У меня будет то, вот о чем кто-то, либо что-то, какая-то ситуация вам говорили. То есть я тоже это получу. И, может быть, это каким-то образом связано с семьей, с какими-то установками, что, возможно, кто-то вас не верил. И вы как будто бы сами себе говорите, что я смогу это создать, я смогу это получить. Что еще вы здесь не принимаете? 21-й аркан. Что какие-то вещи здесь уже завершены, что пора двигаться дальше. Опять-таки аркан мира говорит о единении. Поэтому он у нас, кстати, выпал сверху двойки кубков и 20-го аркана, да, сюда. Единение, когда вот в своей голове, да, я не ощущаю разрозненности, да, то есть я чувствую себя единым, целостным. Что вам поможет прийти к целостности, вы сейчас не чувствуете. Смотрите, что вам поможет прийти к целостности. Десятка пендаклей. Семья вам и поможет прийти к целостности. Представляете? Только не в том формате идеализации, в которой вы здесь видите. Здесь должен быть другой формат. То, что вы цените, то, что вы хотите отдать. Вот слово идеализация меня здесь напрягает. Не сама семья как таковая, а вот какое-то, знаете, здесь ощущение того, что есть некий образ, да, который вы себе создали в голове, и вы его проецируете все время, знаете, примеряете на людях, возможно, на другие семейные пары. Это тоже как вариант может быть форматом зависти, что вот другие люди счастливы, и их счастье заключается в взаимности, в понимании, в уважении друг друга. А у вас как будто бы такого нет. Может быть, это этап такой, еще раз скажу, какой-то кризисный, который вы проходите. Но это причина вас, вот в этой двойке кубков, да, не чувствуете взаимности с собой, что ли. Вот вы как будто бы себя, не знаю, не уважаете, не цените, или что-то связано с ценностями. Какой-то этап кризисный вы проходите сейчас, когда многое переоцениваете. И вот отсюда вот это вот шатковалка и такое состояние, что я не чувствую целостности, я не чувствую удовлетворения, я как будто бы не могу собрать свои части. Я не чувствую единения на всех уровнях, то есть на физическом, на ментальном, на астральном. Здесь ваши тела, они сейчас как-то, они не созвучны, они не гармоничны. Каждое тело звучит по-своему. И отсюда у вас нет вот этого, есть ощущение разрозненности, нет чувства единения. Потому что вы не понимаете, как звучат ваши тела по-разному, каждая. Нету сонастройки. Проблема здесь в этом. Но возможно это только на данном этапе. Так, это была третья позиция. И вот такой расклад у нас сегодня вышел. Хочу поблагодарить вас всех за внимание, пожелать вам хороших выходных. Приходите на лиц консультации. Всего вам самого наилучшего. До понедельника. Всем пока-пока.